Всем привет! В этом уроке подробно разберём тему операторов. Вы узнаете, какие в Pinescript есть операторы, как с ними работать, а также что такое выражение и инструкции. Эти знания помогут вам правильно понимать процесс вычисления и выполнения скриптов. Операторы – это некоторый функционал языка программирования, производящий какие-либо действия, который может быть представлен в виде символов, как например знак плюс, или ключевых слов, как например слово if. Начнём с арифметических операторов. В Pinescript есть 5 арифметических операторов. Сложение, вычитание, умножение, деление и остаток отделения. Давайте посмотрим, что представляет собой вот этот кусочек кода. 5 плюс 5. Здесь стоит оператор сложения, знак плюс. Данные, которые этот оператор складывает, называются операндами. То есть, целочисленные литералы 5 в этом примере являются операндами для сложения. А в целом этот кусочек кода является выражением. Выражение – это фрагмент кода, который превращается в значение. В данном случае оператор сложения возвращает результат сложения двух пятёрок. Все эти арифметические операторы являются бинарными, то есть слева и справа от оператора должен стоять операнд. Исключение составляют операторы сложения и вычитания. Они также могут служить унарными операторами. В данном случае операнд ставится только справа. Таким образом можно изменить знак какого-нибудь числа. Причём унарный плюс, как вы понимаете, является бесполезным оператором, потому что число без знака по умолчанию является положительным. Бинарный плюс также может выполнять операцию конкатенации над строками, то есть объединять строки. Результат, который вы видите в метке – это одна строка. Такая строка была получена следующим образом. Данные типа int были преобразованы в данные типа string с помощью операции toString. Затем с помощью оператора сложения эти строки были соединены через другие строки, состоящие из двух символов – backslash и n. Это перенос текста на новую строку. Также следует понимать, какие типы данных возвращают арифметические операторы. Тип результата зависит от типа операндов. Всё просто с операндами одного типа, это будет тот же тип. И если один из операндов будет типа float, то оператор вернёт значение типа float. Если один из операндов будет типа na, то результатом будет na, причём na будет приведён к типу другого операнда. То есть можно записать вот так. Потому что na – это отсутствие данных, и это значение имеет тип na, то есть своего рода отсутствие типа. Но данные при выводе на график должны иметь тип, поэтому в этом выражении будет взят тип другого операнда. Если говорить о формах типов данных, то например при сложении серии и литерала оператор сложения вернёт значение типа серия. Думаю логика ясна. Следующая группа операторов это операторы сравнения. Их 6. Меньше, меньше или равно, не равно, равно, больше и больше или равно. Все эти операторы являются бинарными и возвращают они либо просто булевые значения, либо серию из булевых значений, если хотя бы один из операторов это серия. Преобразовать логический тип данных в строковый тип нельзя. Поэтому для записи результата в метку я воспользовался условным оператором знака опроса двоеточия. Этот оператор является тернарным, то есть он требует 3 операнда, чтобы вернуть результат. Первый оперант это условие, или можно сказать подворожение, результатом которого должно быть булевое значение. True или False. В данном примере в подворожении сравниваются данные. Если результатом сравнения будет истина, тогда тернарный оператор вернёт значение после знака опроса, в противном случае значение после двоеточия. После знака опроса или двоеточия тоже могут стоять подворожения, которые будут возвращать какой-то результат. Это не обязательно должны быть литералы, это могут быть даже другие тернарные операторы. В этом примере второй условный оператор вернёт истину, а первый вернёт значение, которое вернул второй, потому что условие 5 меньше 5 является ложным. Теперь обсудим логические операторы. Их 3. Not, End и O. Эти операторы являются ключевыми словами языка. Операнты для этих операторов должны быть либо логического типа, либо типа серия, элементы которой имеют логический тип. Зачастую значения для этих операторов получают путём использования операторов сравнения. Итак, первый логический оператор Not. Он является лунарным. Как видите, в правом подворожении оператор сравнения возвращает логическое True, а оператор Not реверсирует это значение, то есть возвращает False. Во втором примере 3 не равно 3. Это ложь. В таком случае оператор Not вернёт истину. Второй логический оператор End. Логическое И возвращает истину только тогда, когда оба операанда являются истиной. Если хотя бы один из операторов будет False, тогда оператор End вернёт False. И третий логический оператор Po. Логическое Или. Этот оператор вернёт True, если хотя бы один из операторов будет True. Принцип работы оператора ссылки на историю обсуждался в третьем уроке. Тем не менее, давайте вспомним, как он работает. Смотрите на текущей свече. Значение закрытия свечи для зелёной линии 966. Но сама свеча закрылась по цене 1323 доллара. Эти значения отличаются, потому что оператор ссылается на свечу в прошлом. Когда скрипт исполнился на этой свече, серия закрытий состояла из четырёх элементов. Элементы серии индексируются с нуля. Это означает, что четвёртый элемент имеет индекс 3. Именно этот индекс и указан в квадратных скобках. То есть четвёртая свеча закрылась по цене 966 долларов. Оператор ссылки на историю возвращает серию значений. То есть на каждой свече будет происходить обращение к четвёртому элементу серии закрытий. И таким образом эти элементы сложатся в серию данных. Оператору можно передавать не только целочисленные литералы. Это может быть переменную любой формы. Input, константа, серия. Это может быть даже значение типа float. Интересный факт, потому что компилятор Pinescript не умеет преобразовать данный типа float в данный типа int. Данный типа int в тип float преобразовать может, но не наоборот. Но этот оператор с этой задачей справляется, отбрасывая цифры после точки. У всех перечисленных операторов есть некий приоритет. Этот приоритет определяет порядок вычисления операторов. Первыми вычисляются операторы с большим приоритетом. Возможно вы обратили внимание, что при демонстрации работы оператора not я использовал круглые скобки. Это было сделано не просто так. Дело в том, что если их убрать, компилятор выдаст ошибку. А произойдет это потому, что оператор not по приоритету выше оператора сравнения. А значит сначала сработает оператор not и вернет false. Дело в том, что числа тоже можно использовать как булевые значения. 0 это false, а 1 и выше это true. Так вот false, который вернет оператор not нельзя будет использовать в сравнении с числом. Чтобы изменить приоритет вычисления операторов, нужно использовать круглые скобки. То, что в скобках, будет вычисляться первым. Также следует знать, что все эти операторы имеют левую ассоциативность. Это значит, что операторы с одинаковым приоритетом вычисляются слева направо. В этом примере Pinescript найдет значение этого выражения таким образом. Сначала 4 умножится на 2, это будет 8. Затем 6 сложится с тройкой, это будет 9. И наконец из 9 вычитается 8, в ответе будет единица. Для закрепления материала рассмотрим еще один пример. Итак, сначала 7 становится отрицательным числом. Далее 5 становится отрицательным числом. Затем сравниваются минус 5 и 3, это будет false. После чего сравниваются минус 7 и 6, это будет true. Далее оператор and возвращает true, потому что оба операнта true. Следом оператор or возвращает true, потому что один из оперантов true. И наконец вычисляется условный тернарный оператор, который вернет 1, потому что под выражение слева true. В отдельную группу можно выделить операторы для работы с переменными. Это ключевое слово var, знак равно и двоеточие равно. Перемены в программировании являются адресами к ячейкам оперативной памяти, в которой записываются некоторые данные при инициализации переменных. Например, вы хотите записать в ячейку памяти число 5, чтобы потом как-нибудь его использовать. Тогда вам нужно инициализировать переменную. В Pinescript это можно сделать четырьмя способами. Обязательными элементами при создании переменной являются идентификатор или имя переменной, оператор присваивания, знак равно и значение, которое получается из выражения. То есть здесь может быть как просто литерал, который тоже будет считаться своего рода выражением, так и какое-то полноценное выражение, которое вернет некоторое значение. Необязательными элементами при инициализации выступают ключевое слово var и тип переменной. Явное указание типа переменной в Pinescript не обязательно. Тип автоматически выводится из выражения во время компиляции. Единственный случай, когда у вас может возникнуть ошибка, связан с присвоением значения na переменной без явного указания типа. Na имеет тип na, то есть своего рода отсутствие типа. В этом случае тип нужно указать явно. Оператор var, являющийся ключевым словом языка, нужен для однократной инициализации переменной. При его использовании все равно на каждой свече будут создаваться экземпляры переменной, но они будут принимать предыдущие значения элементов серии, или можно сказать предыдущие значения переменных. Если инициализировать переменную без этого ключевого слова, то на каждой свече экземпляр переменной будет рассчитываться, а вычисленное значение после оператора равно будет записываться в эту переменную. В данном примере это будет серия из текущих цен закрытия свечи. Второй оператор присваивания нужен, чтобы присвоить переменной новое значение. То есть этот оператор изменяет уже существующее значение. Семантика, то есть смысл здесь такая, извлекается значение ячейки памяти, соответствующей переменной. Затем это значение умножается на 0, а результат записывается в ту же ячейку оперативной памяти. Когда выполнится это условие, обе переменные примут значение 0. Но серии данных, которые складываются из этих переменных, будут отличаться. Серия, в которой записываются экземпляры переменной, объявленной без ключевого слова var, будут иметь только один элемент со значением 0. Во второй серии все переменные после переменной со значением 0 будут автоматически принимать значение 0. А теперь обсудим операторы, которые нужны для написания инструкций. Инструкция это команда, которая может только производить и контролировать действие, но не может становиться значением. Этим инструкция отличается от выражений. Выражения принимают какие-либо значения, а инструкции нет. Начнем с ключевых слов if и else. Эти операторы определяют блоки инструкции для выполнения. Причем из всех блоков может выполниться только один, а остальные будут проигнорированы. То есть эти операторы создают ветвление кода. Какая ветка кода будет выполнена, Pinescript решает таким образом. Сначала проверяется бульвозначение после оператора if. Если not true, тогда будет исполнена эта инструкция. В противном случае начинается проверка значения после двух операторов else if. Ветка else if отличается от остальных тем, что таких веток можно создать сколько угодно. В данном примере реализовано две ветки. Если ни одна из веток не выполнилась, то без проверки выполнится ветка else. Именно поэтому сейчас на графике вы видите много меток с текстом else. Если вы хотите реализовать в скрипте ветвление кода, то должны знать, что обязательно является инструкция, начинающаяся с оператора if. Остальные ветки кода можно не создавать. Также можно создать только две ветки, if и else, а промежуточные не создавать. Что самое интересное, в Pinescript с помощью этих операторов можно создавать не только инструкции, но и выражения. То есть одна из веток вернет значение, которое можно присвоить, например, переменной a. Причем типы значений, которые возвращают эти блоки кода, должны совпадать. К сожалению, это условие должно выполняться и при написании инструкций. Вообще, инструкции в Pinescript являются по большому счету фикцией, потому что в любом случае блоки кода, написанные с помощью этих операторов, превратятся в значения. Но можно условно называть это инструкциями, как бы не придавая значения тому, что возвращает эти ветки кода. Тем не менее, вы должны соблюдать правила однотипности возвращаемых значений, иначе нарветесь на такую ошибку. И здесь написано, что типы значений, которые возвращают блоки, не совпадают. В этом случае у вас есть два варианта. Первый – создать ветки, которые будут возвращать один и тот же тип. Скорее всего, этот вариант вам не подойдет, раз уж вы получили такую ошибку. Поэтому второй вариант – написать инструкцию, которая должна возвращать другой тип, тоже с оператора if, создав тем самым другую группу веток. Вторая группа операторов для написания инструкций также представляет собой ключевые слова. Эти ключевые слова нужны для написания циклов. В самом простом виде цикл for выглядит вот так. Сначала вы указываете ключевое слово for, затем объявляете переменную цикла, обычно их называют одной строчной буквой. Далее ставится ключевое слово to, а затем значение, которое примет переменная цикла на последней итерации. В этом примере переменная i принимала вот такие значения, то есть она увеличивалась на единицу. Происходило это потому, что по умолчанию шаг равен единице. Шаг можно изменять с помощью ключевого слова by, например, пусть шаг равен двум. В этом случае переменная i примет вот такие значения. Причем неважно в какую сторону изменяется счетчик цикла, шаг можно всегда оставлять положительным. В следующем примере задействованы ключевые слова continue и break. Оператор continue прерывает итерацию цикла, переходя сразу к следующей итерации. Получается, что благодаря инструкции if до переменной b дойдут только нечетные значения переменной i. Оператор break прерывает цикл. Цикл прервется при i равном 6. Циклы, как и ветвление кода, тоже могут быть выражениями, то есть возвращать некоторые значения. Вот простой пример. Объявляем переменную c, а после оператора равно пишем выражение. В этом примере выражение вернет значение, которое кратно 3. Это будет 3, учитывая, что на последней итерации переменная i равна 4. Еще хочу отметить, что внутри циклов можно создавать другие циклы. Цикл, который размещается внутри другого цикла, называется вложенным. В данном примере на каждую итерацию основного цикла приходится 4 итерации вложенного цикла. Тоже можно сказать и о ветвлении кода. Внутри веток можно создавать другие группы веток. Для полной картины следует упомянуть оператор, который используется при объявлении функций. Это сочетание знака равно и знака больше. Этот оператор отмечает окончание объявления функции. И раз зашел разговор про функции, отмечу один факт, о котором я не сказал в уроке про функции. Для функций, которые определяются пользователем, нельзя явно указывать значение параметров по умолчанию. А вот параметры встроенных функций и функций аннотации часто содержат дефолтные значения. Взять хотя бы аннотацию plot. В ней все параметры за исключением первого содержат значение по умолчанию. Поэтому в аннотацию plot можно не передавать никакие аргументы, кроме серии. Нечто похожее можно реализовать и в пользовательской функции, но аргументы все равно придется передавать. В самой функции объявляем переменную и записываем в неё значение параметра. Далее проверяем, что было передано функцию. Если это false, тогда пусть переменная примет дефолтное значение, то есть 4. По дефолту функция вернёт факториал от 4. Если же функции было передано число, пусть вычисляется факториал этого числа. Итак, мы рассмотрели все операторы языка Pinescript. На этом закончим данный урок. Если остались вопросы по теме, задавайте их в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok